Ваш ребенок постоянно ходит с приоткрытым ртом, он часто храпит во сне и говорит в нос. Это признак увеличенных, то есть больших аденоидов. Сегодня мы поговорим, зачем нужны аденоиды, почему они увеличиваются и что делать. Ну про аденоиды слышали, знают уже все родители, это настолько распространенное. Вот у меня вопрос к вам. А вы сталкивались с проблемами аденоидов или еще лучше больших аденоидов? Что в ваших семьях? Мы не вылазили из отитов, пока не удалили аденоиды. Тоже боялись, но слава богу все прошло удачно. А видите, аденоиды были и они привели к отитам. А проблема решена через операцию? Удалили, да. Еще какие истории расскажете? А нам пришлось удалять аденоиды дважды, с первого раза не получилось. Вот, даже так бывает. Вот эти аденоиды, живучие и растущие, что бывает и три, и четыре раза, я должен вам сказать. Так что же такое аденоиды вообще? Почему они увеличиваются? У меня вопрос, зачем они нужны? И когда их нужно убрать? Какие показания? Я приглашаю замечательного детского оториноларинголога. Это Ольга Родионова. Ольга Родионова. Доцент кафедры болезни уха, горла, носа Белорусского государственного медицинского университета. Кандидат медицинских наук. Главный нештатный детский оториноларинголог города Минска. Стаж работы более 20 лет. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Ну вот, жили-были аденоиды. Потом что-то стало происходить, они стали расти, увеличиваться. Чем объяснить такой вот рост? Жили-были, наверное, не аденоиды, а мама с ребеночком, которые сначала жили дома в определенной среде, потом ребеночек начал осваивать мир. Начал активно контактировать с инфекцией, с различными чужеродными агентами. В нашем организме, естественно, для защиты имеются стражи на входе в наш организм. Это лимфоидные органы, которые расположены в носа, рота, горта, на глотке. Когда начинается активный контакт с инфекцией, ребенок выходит в свет, так сказать, эти органы начинают активно работать. Любой орган, активно работающий, начинает увеличиваться в размерах. Как в этом возрасте? Вот когда? Ну, по нашим наблюдениям, когда начинает ребенок активно встречаться со сверстниками. Чаще всего это где-то совпадает с началом садового такого вот периода. Да. Когда пошли контакты? В детский сад пошел, начались инфекции. И абсолютно система защиты будет срабатывать. Но у некоторых это срабатывает больше массой, ростом. Да? Совершенно верно. Все очень индивидуально. И тема настолько интересная и актуальная, что я сразу хочу предоставить слово нашим родителям. Первый вопрос, пожалуйста. Как лор понимает, что выросли аденоиды? Есть ли нормы? Признаками увеличенной глоточной миндалины, которые мы привыкли называть аденоидами, будет затрудненное носовое дыхание. И все вытекающие отсюда симптомы. Это периодически или постоянно более или менее открытый рот. Это похрапывание, сопение во сне. Это в конце концов отиты повторяющиеся. Вот эти симптомы, вот эти признаки могут натолкнуть не только специалиста от ориноларинголога, но даже обычного педиатра на то, что у ребенка имеется уже слишком большая глоточная миндалина. Да. Доктор, вы знаете, очень часто сталкивались с родителями, которые сами достаточно уверенно говорят, у моего ребенка вторая степень. А как определяют родители вот эту степень? И что такое вторая? Хорошина или уже грецкий орех? Ну вот именно, что когда мы говорим о степени, степень не имеет такого значения, как клинические проявления. Потому что аденоиды, расположенные в носоглотке, и имеет значение их анатомическое соотношение со структурой черепа, со структурой носоглотки. Не столько размеры этой ткани, сколько то, в какой степени она перекрывает возможность дышать носом. Да, и устья слуховых труб. И устья слуховых труб. Это же тоже система взаимосвязей. То есть определить сами родители, ну никак не смогут. Это может только специалист. И то, подчеркну, специальными методами исследования. Давайте посмотрим, где находятся аденоиды. Что они там делают? Что представляют собой аденоиды? Это миндалина, состоящая из лимфоидной ткани, которая выполняет роль защитного барьера на пути распространения инфекций. И если вирус попадает в организм впервые, то аденоиды увеличиваются и воспаляются. Но это же не говорит о том, что есть воспалительный процесс именно самой лимфоидной ткани. Ведь есть понятие аденоиды, а есть еще воспаление аденоидов. Расскажите нам. Да, действительно, есть понятие гипертрофии, то есть увеличение массы, а есть понятие воспаления. Это называется аденоидид. Воспаление глоточной миндалины возникает, когда глоточная миндалина точно так же напряженно работает. Но нас интересует состояние хронического воспаления, которое проявляется не только затрудненным носовым дыханием. Это постоянное отделяемое, слизисто-гнойное, из носа, либо по задней стенке глотки. Это даже запах может быть? Запах может быть этого застойного отделяемого. Ребенок начинает кашлять, откашливать вот это вот содержимое, которое стекает по задней стенке глотки в гортань и трахею. Это симптомы аденоидита, хронического воспаления глоточной миндалины. Доктор, вот мы говорим о воспалении аденоидов. Можно провести параллель. Все знают, что такое ангина. Ангина – это воспаление миндалин, которое все видят во рту у ребенка. Аденоиды мы не видим. Но можно сказать, что аденоидид – это такая же ангина, только аденоиды, носоглоточной миндалины. Можно говорить, в некоторых случаях действительно протекает с острыми симптомами высокая температура, боль, могут быть признаки интоксикации, когда ребенок вялый, отказывается от еды. Вот тогда мы можем говорить, да, действительно, об ангине, об остром аденоидите. Но вообще любое воспаление миндалины называется ангиной. Независимо от расположения. Да, спасибо за разъяснение. Продолжаем. И ожидаем следующий вопрос. Говорят, что аденоиды можно перерасти. Скажите, в каких случаях можно обойтись без операции, а в каких требуется операция? Аденоиды несут свою защитную иммунологическую функцию у детей младшего дошкольного, дошкольного возраста. И потом с возрастом их активность несколько убывает. Вообще иногда это даже связывают с повышением активности половых гормонов. Если у трехлетнего ребенка есть клиника аденоидита, есть затрудненное носовое дыхание, есть прерывистое дыхание во сне, есть, скажем, отиты, да, то есть угроза слуху в конце концов, стоит ли ждать периода полового созревания, когда аденоиды пойдут на спад? Ну, даже вот физиологические аспекты, педиатрические, говорят о том, что уменьшение лимфоидной ткани начинается в периоде 6-8 лет, потому что на первое место идет защита костным мозгом, а лимфоидная ткань как бы отступает на второе. В этом периоде меняется соотношение форменных элементов крови, вот мы это с вами знаем. Но это только первый период, когда можно надеяться на то, что ребенок перерастет. Ну вот у меня другой вопрос к вам. Многие считают, что поскольку это орган иммунной защиты, то при удалении ребенок не будет справляться в последующем с инфекцией, мы отнимаем кусок иммунитета. Так ли это? Ну, это не совсем так. Надо понимать, что в рота, носа, горта, на глотке присутствует целое кольцо из лимфоидной ткани. И аденоиды или глоточная миндалина – это лишь одна из миндалин. Когда аденоиды находятся в состоянии хронического спаления, их защитная функция значительно меньше, чем, скажем, тот негативный момент, который они приносят ребенку. Поэтому пожертвовать одной из миндалин ради оздоровления ребенка здесь нет никакой трагедии абсолютно. И, ну, если честно, в научных источниках я не встретила указаний, что после удаления аденоидов у ребенка снижался иммунитет. Отняли иммунитет. Да. Спасибо, доктор. Мы недолго прервемся. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию и обсуждаем вопрос аденоидов. Почему они растут? Убирать их, не убирать? Насколько серьезно воспаление этих аденоидов? И с нами замечательный эксперт, профессиональный лор детский, врач Ольга Родионова. И мы продолжаем задавать вам вопросы. Скажите, почему так бывает, что после операции аденоиды вырастают снова? Мамы всегда интересуются этим вопросом. Да, так бывает. Надо сказать, что с разработкой новых современных методов хирургии это случается все реже. Но, тем не менее, так бывает. Дело в том, что удалить полностью лимфоидную ткань в районе глоточной миндалины не представляется возможным из-за анатомических особенностей. Не потому, что доктор, хирург не сумел. Просто таково строение детской носоглотки. Лимфоидная ткань остается. И надо понимать, что, может быть, она и должна в некоторой степени остаться. Все-таки это остается барьерная функция. Доктор, это вот можно убрать миндалины, которые мы видим полностью изъяты. У них есть капсула. Да. А аденоиды как бы растут из стенки. Как цветная капуста. Растут из стенки, из задней стенки носоглотки. Поэтому лимфоидная ткань остается. Второй момент. Удаляя аденоиды, мы удаляем, убираем результат. Причина остается, если ребенок возвращается в ту же среду, в которой он уже один раз заработал хронический аденоидит, приведший его к хирургу, ничего не изменилось в дальнейшем, то, конечно же, вероятность рецидива того, что эта лимфоидная ткань опять патологически разрастется, достаточно велика. Но ведь есть еще контингент детей, которых мы называем лимфатики. Ребенок склонен. У него много этой лимфоидной ткани. У него и миндалины, большие аденоиды. У него он весь как бы усыпан этими лимфоузлами. Причем и часто болеет. А это приводит к очередному росту и миндалин. И вот эти дети со своей врожденной, подчеркиваю, склонностью обращаются к вам за повторными операциями. Скажите, доктор, а вот в вашей практике максимальное количество аденотомии одному ребенку? Четыре. Четыре, да? Это не повторное. Это вот как раз те детки, о которых мы говорим. Вы говорите, современные методы хирургического лечения. Что вы имеете в виду? Все чаще аденоиды удаляют под общей анестезией. Когда для хирурга более доступен визуальный контроль. Когда хирург может использовать эндоскопические методы контроля. То есть качество операции заметно при этом улучшается. Если говорить о частичной аденотомии, можно использовать лазер. Есть показания, есть категории детей, которым нельзя удалять аденоиды полностью. Это, например, дети с недостаточностью мягкого неба. У которых в результате удаления аденоидов будет прогрессировать открытая ринофония. Ну, речевое нарушение. В этом случае, конечно, уменьшить при помощи лазера, либо какого-то другого физического воздействия на эту миндалину имеет смысл. Чтобы не оставлять ребенка... Я так понимаю, самым надежным, самым качественным способом остается хирургическая аденотомия под наркозом и визуальным контролем хирурга. Пока да. Мы ненадолго прервемся. Я передаю вас надежные руки врача Дианы Мардос. Ее лайфхаки не только улучшат вашу жизнь, они подарят настоящее счастье материнства. Здравствуйте! Всем будущим мамам, особенно накануне родов, очень хочется знать, когда же наступит тот самый день, когда вы отправитесь в роддом, в схватках. Знать хочется прям точно, желательно до минуты. Можно ли это определить? Давайте сегодня поговорим о том, что такое срок родов и поделимся очень важной формулой, которая поможет вам грамотно рассчитать дату предполагаемых родов. Как обычно считается дата предполагаемых родов? Итак, представим, вы пришли в женскую консультацию на так называемую первую явку. Врач женской консультации берет календарик, я его сейчас примерно изображу, и начинает там что-то высчитывать. Нам всегда интересно, что же он там высчитывает. Первый вопрос, который вы всегда слышите, когда же был первый день последних критических дней? Вы обычно долго вспоминаете, потом говорите, допустим, 6 августа. Врач находит в календаре дату 6 августа, ставит там точечку и потом отсчитывает вперед 40 недель. То есть через неделю от 6 августа будет 1 неделя, через 2 недели 2 недели. Так, считаем, считаем. Когда мы досчитали до 40 недели, мы обводим гипотетически эту дату в кружочек, оглашаем вам и говорим, что предполагаемая дата родов будет такого-то числа. Так ли это? Всегда ли происходят роды как раз в ту дату, когда ее высчитали на приеме у врача? Конечно же нет. Роды – это процесс, который очень сложно запланировать. Можно лишь примерно предположить, когда тот самый день будет. Обычно, если у женщины роды первые, то от предполагаемой даты надо считать несколько денечков вперед, потому что первородящие женщины немножечко, ну, скажем, на 2-3 дня от предполагаемого срока дальше рожают. Если это вторые либо третьи роды, этот срок может, наоборот, на несколько денечков сместиться назад. И это абсолютно нормально. И у вас есть возможность прямо дома посчитать, когда же будет дата ваших родов. И без вот такого календаря. Как это сделать? Делюсь с вами якушерским секретом. Формула Негеле. Ей очень много лет. Мы опять вспоминаем, когда же был первый день последних критических дней. И, допустим, он был 10 апреля. Мы записываем на листике дату 10.04. И далее срабатывает тот самый секрет. К дате, то есть к цифре 10, мы прибавляем 7 и получаем 17 число. А от месяца, от апреля, мы отнимаем циферку 3 и получаем 0.1 месяц. Что это за месяц? Это месяц январь. Можете проверять много-много раз. У вас все совпадет с календарем. Исключая, конечно, высокостный год. 17.01. Это дата родов у женщины. Критические дни последние у которой были 10 апреля. Этой формуле много-много лет. Но и сегодня она отлично работает. Поэтому, дорогие будущие мамы, если вам накануне родов хочется спокойствия, стабильности, хотя бы в понимании даты родов, эта формула вам отлично поможет. И пусть эта информация пойдет вам только на пользу. Спасибо, Диана. Ну, а пока мы общаемся с родителями, наши детки устроили перерыв на перекус. А я напомню, что еда для детей должна быть не только вкусной, но и полезной. И хороший вариант – это кисломолочные продукты. Выбирайте те, которые разработаны специально для детей и обогащены элементами, которые способствуют здоровому росту костей. Ну, а мы продолжаем задавать вопросы нашему уникальному эксперту. Слушаем следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к лечению аденоид гомеопатии? Или все-таки всегда приходится прибегать к антибиотикам? Все способы консервативного лечения направлены на снятие воспалительного процесса. Они все равно большие? Воспаление проявляется отеком ткани. И если мы немножечко эту ткань уменьшим, да, за счет снятия воспаления, отека, мы дадим ребенку возможность лучше дышать носом. Может быть, таким образом мы отсрочим хирургическое вмешательство, либо дадим возможность подготовиться более тщательно. Все равно вопрос хирургического лечения. Родители не согласны. Мы пойдем гомеопатические какие-то. Есть капельки, есть лекарственные препараты. Ну, мне сложно судить, я не специалист гомеопат. Я хочу сказать, что в своей практике я видела либо положительный, либо никакой эффект от гомеопатии. Ну, отрицательных не видела. А если у вас остались вопросы, пишите на наш электронный адрес. Ну и дружите с нами в социальных сетях. Пишите нам письма, получайте ответы, участвуйте в конкурсах. Обязательно получайте подарки. Ну а в паузе в нашей студии появился наш эксперт по здоровому образу жизни Марина Панкова. Марина, занимайтесь с детьми на нашей детской площадке. Потом покажете, расскажете, что у вас получилось. А мы продолжаем тему аденоиды, операции аденоидов, лечение, ну и, конечно, профилактика. Следующий вопрос задавайте. Подскажите, пожалуйста, при аденоидах промывание носа – это польза или вред? Если воздух в помещении сухой, излишне, если из-за морозов, либо каких-то других метеорологических условий меняется влажность воздуха на улице, слизистой носа труднее самоочищаться. И тогда у инфекции появляется больше возможности закрепиться и внедриться в эту слизистую. Поэтому туалет полости носа, ну, так же логичен, как туалет полости рта. Когда вы советуете это проводить? Вот какова регулярность? Когда? Утром проснулся гигиена? Почему нет? А на улицу погулял, пришел? А из детского сада вернулся? Тем более. А с мамой по магазинам походил? Тем более. А перед сном? И перед сном. А насколько это может быть опасно для ребенка? Некоторые мамы говорят, а не залью ли я, не перелью ли я там? Ну, дело в том, что те препараты, те средства, которые мы предлагаем и которые предлагает промышленность для гигиены, они близки по составу к плазме человеческой крови. Они не могут нанести химический вред. Они не могут нанести также механический вред, если вы используете средства согласно возрасту рекомендуемому. То есть, это спреи, которые рассчитаны по количеству, по силе, скажем, распыляющейся струи. Они рассчитаны для определенного возраста. И если вы соблюдаете рекомендации производителя, вреда никакого не будет. Кратность зависит от сезона года. В осенне-зимний период, в период подъема вирусных инфекций в обществе, в среде, в период наибольшего контакта в коллективах, это следует делать чаще. Какое средство выбрали бы вы для своих детей? Очень давно я для своих детей выбрала обычный физиологический раствор, который готовится в аптеке, который есть. Это еще раз повторяю физиологический. Поэтому и называется он физиологический, потому что это наша внутренняя солевая среда. Близкий по составу абсолютно. Но детский доктор обращает ваше внимание вот на что. Полоскание солевыми растворами, увлажнение воздуха, поездки на море. Вот эти, скажем так, несложные мероприятия, они помогут в состояниях гипертрофии лимфоидной ткани или тех же аденоидитов. Гигиена, уже мы поговорили с вами. Уже мы сказали об этом. Это воздействие на местные причины, воздействие на общие причины закаливания. Климатотерапия в соответствии с возрастом и рекомендациями педиатров, естественно. Безусловно, все, что укрепляет иммунитет, оздоравливает среду вокруг ребенка. И здоровое питание, и физическая активность, и закаливание, разумное, рациональное. Все это способствует тому, чтобы процесс иммунизации, созревания иммунной системы маленького человека протекал, естественно, нормально. Без эксцессов и без участия хирургов. Доктор, спасибо за беседу, за ваши знания. Самого доброго вам. Но мы возвращаемся на нашу детскую площадку. И теперь узнаем, чем занимался наш эксперт Марина с детьми. Марина, расскажите, что это за ленточки у них, зачем? Хочу сказать, что сталкиваюсь в своей работе с тем, что очень многие дети, независимо от возраста, не умеют правильно дышать носом и не умеют правильно выдыхать воздух ртом. Поэтому наши сегодняшние ленточки – это прекрасный тренажер для того, чтобы детей научить правильно дышать. Потому что правильное дыхание, глубокое дыхание, оно залог, в принципе, здоровья носа. Мамы, внимание. Может быть, кто-то из мам захочет попробовать сделать такой тренажер дома. Очень просто. Все готовы? Хорошо. Набираем носом много. Задерживаем. И хорошо. Складываем губки трубочкой, выдуваем. Хорошо. Отлично. У некоторых даже красиво получается. Очень красиво. Сейчас мы посмотрим, кстати, отличное упражнение для того, чтобы сохранить овал лица. Рядышком с собой ленточку с любой стороны. Губки немножко дневим и выдыхаем на ленточку, чтобы она тоже... Подергалась. Хорошо, молодцы. Теперь одно из самых сложных упражнений, но оно веселое, и оно очень хорошо получается. Мы будем набирать воздух носом и выдыхать тоже носом. То есть ленточка должна быть где-то приблизительно на расстоянии 10 сантиметров, и она должна колыхаться. То есть это будет показателем того, что ребенок правильно, хорошо толкает толчком, хорошим... Работает носом на выдох. На выдох. Поехали. Носиком. Носиком, носиком. Носиком. При кажущейся легкости это упражнение на самом деле очень сложное. И когда ребенок ваш поймет, какое количество воздуха он должен набрать и какое из себя вытолкнуть, то проблемы с дыханием и в принципе с тем, как правильно дышать и сколько воздуха набирать, сколько ему нужно для того, чтобы дышать в полном объеме хорошо, сразу будет понятно. Поэтому просто рекомендую. Изготовьте такой тренажер просто, доступно. Как полезно, как полезно, как полезно вы, наверное, сами почувствовали. И полезно. Спасибо большое, Марина. Наши дети сегодня получают подарки от нашего партнера редакции газеты «Шапокляк». Это журналы, которые помогут детям развивать логику, мышление, навыки чтения и познакомят с окружающим миром. У нас тут еще те есть, кто собирается в школу, и мы вам дарим журнал «Шустрик» и детскую веселую газету «Шапокляк». А мы, как всегда, в эфире со вторника по пятницу. Найти нас можно и в сети интернет, и найти в канале «Беларусь-1». Детский доктор. Программа для взрослых о детском здоровье. Берегите детей, любите их, обнимайте. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин